Приветствую всех поклонников морских сражений с Firefall Fire! Сегодня я вновь затрону тему японского флота и расскажу вам о лёгком крейсере Агана, который расположился на боевом рейтинге 5.3. Лично мне данный корабль запомнился своей дичайшей скорострельностью и довольно низкой живучестью. Но давайте обо всём по порядку. Начнём с его вооружения. На Агана установлены три башни по два орудия в каждом. Две башни расположены в носовой части и одна в кормовой. Главный калибр представлен в виде 152-мм орудий. Боеприпасы все фугасные и хоть они неплохо наносят урон по эсминцам, но в бою против крейсеров, скажу сразу, вам будет тяжело. Всё же в японских снарядах 2,7 кг взрывчатого числа, в то время как у советской пушки Б-13 3,5 кг. Спасает ситуацию скорострельность. Орудия главного калибра перезаряжаются меньше чем за 4 секунды. Это один из самых лучших показателей не только среди крейсеров, но даже эсминцев. Мы попросту можем перестрелять любой вражеский корабль. К тому же, из-за того, что две башни расположены в носовой части, у Агана получается хороший, кучный и точный зал. Единственное, нужно учитывать, что наш боекомплект не бесконечный. При активной стрельбе 990 снарядов могут закончиться даже посреди боя. А вот пополнение БК производится лишь на союзных точках. До них иногда очень далеко идти, но если вы всё же до них доберётесь, то пополнение будет идти ровно по одному снаряду. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем стрелять без наведения по далеко идущим вражеским кораблям. А то так можно остаться и без БК, и постоять на точке до конца боя. При этом, даже не зарядив и половину боекомплекта. Что насчёт дополнительного вооружения, то у нас представлено ещё орудие вспомогательного калибра. Это две башни по две 80-мм пушки в каждой и шесть зенитных установок калибра 25 мм. Данное вооружение может вести огонь как по авиации, так и по морским целям. ПВО неплохо нас защищает от ударов с воздуха. На меня ещё ни разу не упала ни одна бомба. Хотя скажу, что и без этого живучесть Агана откровенно слабая. Последнее вооружение по количеству, но не по значению, будут торпеды. На крейсере установлено два торпедных аппарата, по четыре торпеды в каждой. Про японские торпеды Type 93 я вам уже рассказывал в предыдущем видео. Так что особо добавить и нечего. Это лучшие торпеды в игре. Дальность хода составляет 20 км, скорость 93 км в час. А урон такой, что одной торпеды хватает, чтобы потопить два рядом стоящих эсминца. Так что вооружение Агана неплохое. Но, как я уже говорил, против крейсеров будет тяжко. И все упирается в выбор правильной тактики и стратегии. Здесь уже следует перейти к следующему важному пункту. К живучести. Боевая эффективность корабля прежде всего зависит от количества экипажа. Чем больше человек остается на палубе, тем быстрее производится ремонт и происходит тушение пожаров. На японском крейсере уместились 700 матросов. Это довольно неплохой результат. Второе значение это водоизмещение. У Агана она составляет 8338 тонн, что тоже хороший показатель. Третье это бронирование. Хоть оно не такое большое, но все же оно дает некоторую защиту от осколков. Бронирование цитадели составляет 60 мм. Вся броня направлена в основном на защиту двигателей. Но так как у нас в игре нет взрыва паровых котлов, и чаще всего взрывается погреб с боеприпасами, то особой роли это не играет. Башни главного калибра обладают защитой всего 19 мм, и в бою их часто выбивают первыми. И существует большая вероятность, что мы останемся без возможности вести ответный огонь. Если такое произойдет, то остается лишь надеяться на союзников, или на то, что противники перестанут нас выкусить. В морских боях, в отличие от танковых, нельзя просто так взять и спрятаться. Порой, когда в палубе стреляет несколько кораблей, остается лишь ждать своей гибели или выходить сразу в ангар. Да, можно попробовать задействовать дымовую завесу, но учитывая, что дым исходит из кормовой части, то нам придется разворачиваться перед противником и подставить борт, а это грозит выбитыми двигателями и полной остановкой корабля. Так что остается только придерживаться основной тактики японских крейсеров. Первое, выбирайте маршрут так, чтобы вы находились на значительном расстоянии от противника. Потому что чем ближе японский крейсер к другим кораблям, тем легче его потопить, поэтому старайтесь сохранить дистанцию хотя бы в 4 километра. Помните, что у нас нет бронебойных снарядов, и подойдя к другому крейсеру в упор, мы сильно рискуем. Конечно, тут скрывается огромная проблема в балансе карт, потому что торпедные катера могут без особых проблем захватить две точки, которые находятся вблизи остробов. Если у союзников нет москитного флота, то мы автоматически проигрываем. Так заканчивалось большинство миссий, и я ничего не мог сделать. Но, тем не менее, мы подходим ко второму пункту. Он заключается в использовании торпед. Как я уже говорил ранее, у нас самые дальнобойные торпеды, и лучше всего запускать их в начале миссии, когда противник вас еще не заметил. Противники могут случайно наткнуться на наши идущие торпеды, потому что, во-первых, их плохо видно, а во-вторых, большинство игроков обычно заняты процессом стрельбы, поэтому не исключено, что любая торпеда может найти для себя цель. Третье, постоянно меняйте курс. Не идите как поезд по рельсам. Противнику всегда легче, по-моему, попасть, когда вы идете по одному заданному направлению. Да, наша маневренность не позволяет каждый раз увернуться от залпов вражеских орудий, но так хотя бы меньше шанс ловить критические повреждения. Тем более у нас приличная максимальная скорость в 65 км в час, которая позволяет быстро преодолевать значительные расстояния. В заключении, я могу сказать, что крейсер Агана будет далеко не для легких прогулок в море. Он, безусловно, обладает своими плюсами, но, как и большинство японских кораблей, требует от игрока значительного опыта в морских боях. Исторически крейсера типа Агана задумывались для ведения разведки, поэтому броневая защита корабля была снижена в угоду скорости. Изначально планировалось установить четыре башни с двумя 152-мм орудиями, но позже выяснилось, что крейсеры должны были стать лидерами эсминцев, поэтому им потребовалось торпедное вооружение, и башни сократили до трёх. Всего было построено четыре корабля данного типа. Первый корабль в серии был заложен 18 июня 1940 года, а последний, Сакава, был сдан лишь в ноябре 44-го. Очевидно, что ему не хватило топлива для боевых действий, потому что данный корабль был захвачен американским флотом. В 1946 году он принимал участие как корабль-мишень в испытаниях атомных бомб. Сам же головной крейсер Агана не участвовал ни в одной битве с надводными кораблями. В 1943 году его атаковала американская палубная авиация, где одним точным попаданием торпеды ему оторвало корму. Но корабль остался на плаву. Позже он получал ещё одно повреждение, на этот раз от американской судмарины. Машина отделения затопила, корабль потерял ход, однако всё же с помощью буксира он сумел дойти до японской военно-морской базы. Его немного подлатали, откачали в воду и отправили на другую военную морскую базу, но он до неё не дошёл. По пути ему попалась ещё одна американская судмарина, которая и потопила головной лёгкий крейсер Агана. Вот такая история. На этом видео подошло к концу. Не забываем поставить лайк и хендшель, а если вы не в курсе, что это такое, то самое время это узнать, подписавшись на канал. Ну а я вам, как обычно, желаю лёгких фрагов и чистого неба над головой.